я не могу сказать, чтобы метка это летела в её высказывайте меня, я всё объясню то есть максимально коротко пускай информацию так ты потому что её, блядь, распыляешь я тебе говорю вносить от рейда, чтобы она поняли в основные части говорили да помолчите вы оба уже вы сидите и слушайте, не надо спрашивать, если вы не знаете вам расскажут всё дос... короче, смотрите вот 4 метки квадрат, звёздочка, печенька и ромби для чего эти метки? конкретно на вторую фазу распределяются люди по меткам грубо говоря с разных сторон стоят люди, для чего эти метки? когда идёт анонс каста лучей ну все видели какие лучи да, вы должны стоять в этих метках, чтобы вас лучи не убили дальше, следующий анонс идёт метки метки что такое метки? короче, это дебаф это дебаф который нужно вынести с этой, грубо говоря, где вы стоите отсюда надо его вынести влево или вправо, без разницы слово совсем блядь мазеркин как называется у кого есть хилбот хилбот дописывают я скинул тмв вот первые дебафы должны вынести дикая память главное у кого есть отслеживание своих дебафов в доме дальше, что вы делаете? ставлю на себя звёзд на вас повесился дебаф на вас повесил вы выбираете в сторону на край примерно вот в сроки туда выносите метку видите, что лужа разлилась дальше бежите обратно тут будут метеоры тут будут метеоры бежите или метеоры закрывать или бежите обратно в зависимости как далеко от вас дальше стоите в метке бьёте босса снова появляются идёт анонс метки вынесли опять в метку главное вынавидите в сторону и подальше на лучах на лучах вы должны обязательно все стоять свои чтобы вас не когда будут метеоры вообще типа их надо закрывать любые два человека любые два человека на один метеор спокойно закрывают вас 25 вас 25 типа 4 метеора 8 человек спокойно могут закрывать метеор ну опять же надо учитывать что есть хилы есть люди которые выносят метки и тому подобное не всегда успевают поэтому все бегают и стараются закрыть свои приоритет закрытия метеора чтобы вы понимали 4 метеора вы видите сейчас 4 метки на платформе то есть вот вы стоите допустим в ромбике ближайший к вам метеор видите сразу пошли закрыты то же самое с печеньки ближайший к вам метеор пошли закрыты то же самое со звездочками тоже ближайший метеор смотрите метки по поводу мет так ставлю еще полежь полежь цель лешащик продевав не забудь череп так вот вы стоите все сейчас секунду перезайду вот этот дебаф который вокруг челика такой кругляшок это лужи дикое пламя его нужно просто вынести от других людей потому что она через 2 секунды цепляется на любых людей которые рядом с тобой находятся очень больно думать лужи без анимации да на челике заткнитесь на этот малый круг стоят метки это ваша позиционка на второй фазе то есть это такая сейв зона на которой вы не сдохните от лучей сто процентов здесь лучей не будет а дальше вот все остальные метки которые стоят на краях ну вообще на краях видите по кругу сюда желательно выносить дебаф который на вас будет вешаться называется пламень дальше по поводу дикого пламени оно не сильно дамажит в принципе ну то есть там даже если затупиться что вероятнее всего ничего страшного оно прохиливает дальше метки вынесли обратно сбежались на свою сейв зону главный остается в сейв зоне милика объясняю как дамажить здесь смотрите вы можете дамажить босса спокойно вообще без проблем но единственное когда каст лучей то есть вам наносит лучи вы сразу же мгновенно сразу же мгновенно середины ровно-ровно бежите в свою метку чтобы вас лучи не сбрили то есть вот вы стоите в середине да вас поставили определенную метку и вы бежите ровно в свою метку разворачиваете 180 градусов и бежите в свою метку лучи лучи шотают дальше по поводу по поводу еще смотрите дебафы которые вы выносите оставляют лужу эта лужа потом на косте босса будет идти к боссу эта лужа никаким образом не должна быть вынесена ни ближе ни дальше она должна быть на максимальный ренч вынесена вот примерно где метка потому что если вы попадете под лужу когда она будет идти к боссу на вас наложится дебаф который увеличивает урон от огня то есть и грубо говоря когда взорвет эти лужи соберутся к боссу они взрываются это называется коллапс когда коллапс взрывается он наносит урон от магии огня если на вас будет дебаф то скорее всего вы сдохнет если конечно дебаф можно снимать кошем дебаф можно снимать баблом через дубовую кожу дебаф типа выживается плюс массакра по рейду плюс т4 по рейду ну то есть в принципе плюс мастер ауру по рейду это можно спокойно пережить короче но факт то что эту херню ловить лучше не стоит тучка шп помогает короче все помогает вот но лучше его не ловить потому что вероятнее всего вы сдохнете особенно касается ардру особенно касается рестор шаманов крестов и тому подобное и так продолжается вся вторая фаза до 50 процентов босса в принципе все рдд в большей степени стоят просто в метках да вот вы рдд допустим вы стоите в метке дамажите босса лучи дамажите босса вообще вам до задницы в метке дальше если на вас нету дебафов дальше стоите дамажите босса на ком дебаф выбежали вынесли его в череп он прошел вернулись обратно и дамажите босса метеоры появились прошли пару шагов лево право вперед назад закрыли метеоры стоите дальше дамажите босса для миликов немножко сложнее вы стоите блять в рон допустим в любой из меток стоите короче этот лучи идут после лучей пошли бить босса пошли бить босса если на вас нету дебафа дальше стоите бьете босса если на вас есть дебаф то же самое как и рдд выносите в сторону череп вынесли дебаф возвращаетесь закрываете метеор и если метеор ну то есть не достаете возвращаетесь обратно в метку стоите ждете каста лучей как только каст лучей вы уже опять же находитесь в метке то есть вам попать а вы выживете потом лучи прошли дальше бьете босса все просто ничего сложного по поводу еще второй фазы самое сложное здесь то что если метки выносятся на дальний рейндж грубо говоря вот где поставил эти метки если они сюда выносятся то она будет легкой если они выносятся поближе то возможно будут потери дальше что по поводу танков по поводу танков жайна будет кастовать стрелы огня короче смотрите танки должны перетаунчивать друг у друга на 6 на 7 стак чтобы не сдохнуть то есть увидели что дебаф спал там допустим 8 стаков на вас собралось вас перетаунтили увидели что дебаф спал все таунтите на себя больше ничего тут танкам делать не надо тоже бегаете просто метеоры закрываются вместе со всеми метки выносите ну на лучах вы точно не сдохните типа лучи танков не шутают только если на вас дебаф есть тогда возможно на лучах вы не сдохните но опять же лучи отбрасывают вы можете улететь с трона вообще пофиг так что лучше лучше не попадать поэтому стойте в метку так таунты нажимаете и просто бегаете со всеми делаете ну главное метеоры закрывать танкам проще всего это делать в принципе все основная обязанность короче завтра пойдем попробуем вторую фазу типа сегодня завтра посмотрите есть видосов дохуять по второй фазе посмотрите вторую фазу где что и как делается как появляются метеоры как оно не случилось и тому подобное плюс замедление каста тоже на второй фазе должно присутствовать и хватит завтра попробуем вторую пройдем вторую тогда будем ебаться в одной фазе хотя бы и все забейте себе в дебафы дикое пламя и этот пламень основная обязанность основная обязанность для всех сделать все дебафы чтобы вы могли отслеживать потому что если вы разольете неправильно дебаф и вы не увидите на себе дебафы то это вайп рейдер не хотите вайпать рейдер то забейте все дебафы ну реально типа в хеллбот там не знаю в вуду у кого что есть все дебафы забивают лучше в талми ван сам мандер ну типа чтоб вы увидели вы увидели что на вас пламень сразу поняли что надо забивать что я не понял блин то же самое блять скажи лучше только лужи сюда относить сלм碑 а второй который дамажит просто да да только в сторону в сторону в дву яuro просто ледяная буря у меня одна просьба сейчас когда у вас рт закончится в третьими на форуме не пишите ничего потому что там пока затихло это все пускай у нас катится короче ладно что на сегодня все то да если что расход завтра завтра джайна блять не сложно любым составом она намного легче лича в плане тактики да в плане тактики она намного проще леча и по убийству проще типа первую фазу увидите там без смертей все легко просто разбегаешься танки водят там оба грубо говоря закрывают порталы вы просто трэш 3 тебе бьете и разбегаетесь вся обязанность хил и хилят в принципе ничего сложного вторая фаза на точно так же будет только там немножко надо побегать и папа выносить метки по закрывать метеор это тоже самое как на груле герпа закрывать ручки ну то есть в принципе нихуя сложно завтра в 12 также да да не отдавайте на час завтра в час и они там можешь еще раз я вот что-то блять листовый говорил я с кучу запомнил вот я стою в метке да на мне дебафф я получается разворачиваю и бегу назад сейчас есть кирс сейчас есть моза и кому нихуя вообще не понятно типа спуститесь по одному ими в каналы пускай они вам подробно объяснять за ваш класс как вам что делать